Добрый день! О старейшем российском городе Дербент в мире знают не так уж и много, хотя его история насчитывает не менее пяти тысячелетий. Дербент, старше Дели, Стамбула, Тегерана, расположенный на кромке суши между Каспийским морем и Кавказскими горами в республике Дагестан, город считается самым южным в России. Дербент был одним из крупнейших городов средневековой Восточной Европы и отличался уникальной структурой. Город построен на узкой береговой полосе, ширина которой не превышает трех километров, и огражден двумя оборонительными стенами протяженностью в 40 километров. Первое упоминание о городе историки находят у Гегатея Милецкого. В шестом веке до нашей эры. Древнегреческий историк называет город Каспийскими воротами. На протяжении веков Дербент был пограничным городом, ведь он располагается между Евразией и Ближним Востоком, на Прикаспийском пути. Через Дербент пролегал и Великий Шелковый путь. Казна города издавна наполнялась за счет налогов, взымаемых с торговцев. Само название города этимологически восходит к словосочетанию «закрытые ворота» или «закрытые врата». Дербент был лакомой добычей для различных империй на протяжении веков, поэтому вокруг города всегда кипели войны. Первое поселение на месте современного Дербента было иранским. Возникло оно в первом тысячелетии до нашей эры. Современное название города появилось в VI веке, когда город был во владении династии Сасанидов. В этот период были возведены две массивные стены, протянувшиеся от гор до моря. Их высота была около 12 метров, а ширина около трех. И находились они на расстоянии 300-400 метров друг от друга. Старый Дербент был построен между этими стенами. Все, что сегодня находится за границей этих стен, более поздние постройки. Венчает оборонительную постройку Нарын-Кала, старинная цитадель, построенная на ближайшем к морю холме. Крепость Нарын-Кала – главная достопримечательность Дербента. В 651 году Дербент перешел в арабские владения. Был переименован в Бап-Аляп-Вап и стал частью халифата на Кавказе. В этот период была построена старейшая на сегодняшний день мечеть Джума. В IX веке население города составляло более 50 тысяч человек. Это был крупный военно-политический центр. После арабского халифата регион перешел во владение армян. Так продолжалось до XIII века. Пока Дербент, как нам не объявляет официальная история, не захватили монголы. Вот мне интересно, а сами монголы знают об этом или их так и не предупредили? На протяжении последующих веков город принадлежал иранцам и османам. И лишь в XIX веке, после окончания русско-персидской войны, Дербент вместе с частью Дагестана был присоединен к Российской империи. Сегодня главной достопримечательностью Дербента являются его сохранившиеся части оборонительных стен. К счастью, фортификационные сооружения хорошо сохранились и до наших дней. Дошли несколько сторожевых башен, которые служат напоминанием о грозной истории служившего закрытыми вратами города. Вот такие города есть на территории России. А вы таите, таите. Постарше Стамбула и Тегерана. Интересно, почему же в школах об этом не говорят в первую очередь? О таком не говорить, кричать нужно. До свидания. Мир вашему дому. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok